В современных технологиях, в частности, аттрактивных станет, например, их внедряют в музеи. В первой практике известны такие музеи, как Трансфортный музей Лондона, еще тогда заперевал я, Национальный музей передовых технологий, и музеи Panasonic Soccer, ну и, конечно, там много-много целей проявить. В России также стремятся к внедрению современных технологий. Одним из лидирующих является старинский музей, в котором внедрено уже несколько интерактивных стендов, а также есть стенд с дополненными реальностью. А все это делается потому, что дети сейчас растут в новой среде. Это цифровая среда. И чтобы сегодня вовлечь ребенка во что-то такое обычное, нужно сделать гораздо больше, чем раньше. Сейчас просто мало, просто показать что-то ребенку. И ребенку нужно как-то каким-то образом вовлечь это и закрепить его внимание, чтобы он не рассеялся на другие. В общем, в итоге, цель проекта моего – привлечь детей в музей за счет создания некой интерактивной среды. И таким образом я остановился на разработке интерактивного стенда, на которых изображены животные, вблизи которых они расположены. Итак, мы здесь видим, что у меня на стенде изображен фламинго, а ребенок, собственно, находится рядом с этим животным. В результате можно увидеть не то, что представляется по себе животное, внешний вид, его размер и так далее, но и узнать какую-то интересную информацию о нем, интересные факты в какой-то интерактивной манере. В стенде есть три уникальных факта. Эти факты уникальны. Они интересные и такая, что говорить, но такое количество фактов обусловлено тем, что ребенок, в следствии, немного может запомнить. Немного может запомнить. И обусловлено тем, что большой поток проходил из музея. В общем, есть четыре активных экрана. Режим ожидания существует для привлечения внимания. После касания к экрану мы видим факты. Также можно перелистывать факты между собой и так далее. Перед разработкой была сформирована некая гипотеза, что занимались детей со стендом, основанной на наблюдении того, что дети делают, когда смотрят интерактивные книжки. И первое, что я вынес из этого, это большие яркие иллюстрации. Когда начал искать стиль, сразу отказался от векторного стиля, от векторной кафики. Они становятся больше к такому живому стилю и с имитацией живого рисования. В итоге получились такие иллюстрации. Также я заметил, что дети любят анимацию. Они любят мультики и всякое такое. Я подумал, почему бы мне не сделать эти иллюстрации анимированными. И я, собственно, взял и ликей и сделал анимированные. Анимированные. Технически это получается таким образом, что я прорисовывал каждый кадр, и, например, в хамелеоне там 130 штук. В целом, такой экран приставлял в себя зацикленное видео, текст с фактами и навигацию между фактами самих. После было проделан тестирование, в котором участвовало 5 человек в возрасте 80 лет. Он детей. И я понял, что детям это не то чтобы неинтересно, им не хватает вовлечения. Дети быстро переключались на другие штуки, какие-то внешние. В общем, после этого тестирования я понял, что тренируется с правками. Главная задача из следующей версии стала сделать так, чтобы было больше взаимодействия со стендом. Так получилась версия 1.0. Исходя из того, что в прототипах стенды использовались видеофаны, на них было сложно настроить какую-то интересную воздействие при помощи пальцев. Ну, то есть максимум, что можно было сделать, это прокрутить вперед-назад или презумить видео. Поэтому нужно было технически иначе подойти к иллюстрациям. Что, собственно, я и сделал. Вот примеры новых иллюстраций, из которых состоит планшет. Они состоят из фрагментов. В результате чего можно воздействовать на определенные фрагменты, определенные части иллюстрации. Таким образом, при костоянии пальцев, здесь просто пролистывается пальцы на право. Также можно, допустим, нажать на какие-то кнопки, чтобы фабелон поменял свет, например, с желтого на райзовый, зеленый на синий и так далее. Хорошо. Дети стали увлекаться и проводить больше времени со стендом стало интересно. Но вместе с этим также появились и минусы, которые я почему-то не учел. Так как вообще во всем мире уже как-то сформированы жесты взаимодействия с экранами, у меня почему-то получается наоборот. Я, как можно здесь заметить, чтобы пролистать назад в айфоне, нужно провести палец справа, а у меня почему-то получилось наоборот. В результате дети терялись, не было привычного действия, что они хотели, они попросту, собственно, переходили на следующий слайд, переключались и им становилось неинтересно. Также добавил некоторые навигационные подсказки, чтобы было понятно, что будет происходить дальше на активных экранах. Про шрифт. Изначально был шрифт от Корнера Япро, который, в принципе, подходил по стилю с иллюстрациями, но в ходе тестирования стало ясно, что дальше даже небольшие массивы текста читаются как-то не очень хорошо детьми с затруднением. И тогда был исправлен шрифт на обычный, в принципе, но достаточно хорошо сюда подходящий, тем не менее. Шрифт хорошо читается в виду начертаний в небольших массивах текста, а также хорошо выглядит, что смотрится на ярких контрастных фонах. В рамках дипломного проекта была создана интерактивная инфографика для трех животных. Теоретически проект может масштабироваться. Можно создавать больше животных, также можно, допустим, не только животных, но и какую-то растительную фауну. Туда вносить. Также, собственно, можно переносить их в музей или в завар. Приложение собрано в мультфильм Pro, которое можете попробовать его посмотреть на экране. У меня все. Спасибо. Спасибо. Ну, теперь перейдем к вопросу. Значит, это лист уже хорошо анализированная, собранная, все этапы, красивые решения, и коллеги. У меня есть в этом. Я хочу чуть-чуть пошарить. Правильно, да? Да. Вы сказали, что вы едете, не знаете, что вы едете, что вы едете, что вы едете, не едете, не едете. Большая форма. Там не вековая форма, там линия, она такая, просачивая чернила. Она плоскостная? Да, она плоскостная, не горит с ладжи от руки, а она в баншете здесь, как можно играть. Ну, она, наверное, как-то адаптируется, атаксируется. Ну, это раз. А, то есть это раз. Просто сколько дней это заняло? Очень красиво. Записка и именно вот эта отработка. Все с отработкой. Возвращение. Здоровья вечер. Да, получилось что-то так. Потому что, ну, собственно, я показывал вот эти вот видео в фонете, которые я рисовал долго и мочительно, потом все-таки мы решили от них отказаться с трудом. из-за того, что мы сделали. Мы с трудничными, то скажем, вот это вы делали, вот мы его еще рисовали, эскиз, какой-нибудь и тому. Это имеется в виду, это и конкретное. Есть идея, и я вот именно сделала то, что делала. Друзья, если все понятно, давайте лицензия. Лицензия. Автор выпускной работы показал отличный профессиональный уровень владения как теоретическими знаниями по данной теме, так и практическими. В реализации приложения для интерактивного стенда используют современные технические возможности программными обеспечениями. Достатки. Существенных недостатков в дипломной работе не выявлено. В качестве несущественного недостатка дипломной работы является неразвернутое описание экономической части дипломного проекта. Общий вывод работы оценивается на отлично. Автор выпускной и квалификационной работы Казуков Иван Николаевич заслуживает присвоение специальности графической дизайне и раздаёт 55 рублей. Спасибо. Ну и послушаем. Вы говорите, Сибирин, часы. Вот они, знаете, самым тестированным ремонтом был я. Они тестировали достаточно жёстко. Вообще могу сказать, что было интересно работать. Когда темы неожиданные и необычные, и главное, у них нет прямых аналогов. То есть это полностью новое предложение о том, как новый шаг вообще в музейном экспонировании. То есть, понятно, что это достаточно логически обоснованный шаг в том, что он имеет свою основу и до этого имел, и были какие-то мультимедийные интерактивные вещи в музее. Но вот прямого включения, по крайней мере, детей в музейное пространство и, скажем, получения информации без участия взрослых, а исключительно в помощи детей, такого нет. И в процессе работы нам пришлось менять несколько раз и подход, и сценарий, и сюжетику, и вообще даже сами факты. И вот это заняло определённое количество времени довольно большое. И что бы я хотел сказать, что мне было очень интересно работать с Ваней, потому что Ваня, он уже в профессии, он работает в Яндексе. И вот мне в данном случае было гораздо даже интереснее с ним не столько создавать, сколько спорить и бороться. Потому что Ваня всё время предлагал какие-то решения, такие, знаете, уже готовые. А я надеюсь, что то, что я ему заставлял подходить по-другому, смотреть, и о том, что дизайн – это не закостенелая вещь, которая имеет гораздо более широкую, скажем так, дизайнер должен иметь более широкий взгляд. И это, надеюсь, ему в дальнейшем поможет. А вообще, на мой взгляд, очень хорошая работа. И иногда с некоторыми студентами не хочется расставаться. Ну, мне вообще-то со всеми не хочется расставаться. Но надеюсь, что в дальнейшем у Вани всё будет хорошо. Всего вам удачи! Спасибо. Спасибо. Спасибо.